ТОПОВЫЙ ГАРДЕРОБ Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе. Татьяна Татьмянина в своем микроблоге сообщила печальную новость. При подготовке третьей программы ледового шоу с ней случилось неудачное падение, и она снова вышла из строя. Пост для неравнодушных. В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лед с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка. При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма. Увы, два месяца работы, два замечательных эфира, и я снова вышла из строя. Жизнь продолжается, и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект. Берегите себя. Всем здоровья. Орфография и пунктуация автора сохранены. Прим. Вуманхит.ру, написала Татьмянина. Посмотреть эту публикацию в инстаграм-публикация от Татьяны Татьмянина, собака Татьяна Татьмянина, 14 октября 2020 года, в 2 часа 11 минут талантливую фигуристку травмы преследует как рок. 2019 год Татьмянина встретила в гипсе. 30 декабря 2018 года она упала на одном из прокатов и получила сложный перелом. Спортсменки сделали две операции. В феврале она снова встала на коньки. На памяти любителей фигурного катания также и один из самых драматических случаев в истории спорта. В 2004 году на Гран-при в США, когда пара Татьяна Татьмянина и Максим Маринин уверенно шли к победе, случилось жуткое. При выполнении поддержки лассоу Маринин зацепился коньком о лед и не удержал партнершу над головой. Спортсменка рухнула на лед с высоты почти двух метров. Американская пресса приводила воспоминания зрителей с этапа Скейт Эмерика. Некоторые думали, что Татьяна уже мертва. Но тогда фигуристка восстановилась быстрее, чем ее партнер, она вернулась на лед через две недели, а Максиму пришлось долго работать с психологом. Вряд ли тогда кто-то предполагал, что через полгода пара выиграет Евро и ЧМ, а еще через полтора Олимпиаду. И вот новая травма и новый шанс продемонстрировать свой несгибаемый характер. Болельщики желают спортсменке скорейшего выздоровления. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе. Субтитры создавал DimaTorzok